Приветствую вас. Я думаю, что первое из чего нужно начать, это то, что у вас есть определенные внутренние проблемы, из-за которых вы не можете отстать от своего молодого человека. И, собственно, логично, на мой взгляд, предположить, что именно с этими проблемами и нужно работать, в первую очередь, там, то есть их нужно определить и ими нужно что-то сделать. То есть мне кажется, что это вполне биологичная история. Потому что, как бы, именно это делает вас уязвимыми в отношениях с молодым человеком. Это первый момент. Второй момент, то, что, ну, понятно, что эти внутренние проблемы могут быть связаны как с подробностями определенного рода, как с неуверенностью в себе, как со страхами. Да, со страхами, одиночеством, быть брошенной, страх, например, не иметь семью и прочее, прочее, прочее. Вот. Это первое. Второе. Мой коллега вам, в принципе, верно заметил, что нужно искать работу. В том смысле, что нужно реализовываться. Вот. Именно реализовываться вам необходимо. Необходимо сейчас, наверное, сильнее всего. Почему? Потому что вы, будучи студенткой, ну, сейчас уже нет, вы сейчас закончили, как бы, университет. Но, тем не менее, вы, будучи студенткой, уже задумываетесь о семье, уже задумываетесь о свадьбе, уже задумываетесь о, вот, ну, каких-то таких вещах, да, о которых, наверное, рано задумываться вам, понимаете? Потому что вы слишком молоды. И если хотелось бы спросить, а для чего вам жить вместе? Для чего вам жить вместе, при условии, что мужчина должен зарабатывать деньги? То есть, как бы, это немножко странное требование. Это требование неравноправного партнера. Да. Вот. Так, вот, ориентир, да, на что вы ориентированы? На реализацию свою, собственную, или на семью? Да, тоже нужно выделить. Но, в целом, не коммуникация, что у вас проблема, она именно такая, вот, знаете, именно с неуверенностью в себе. Дальше. Вы пишите. Мы уже расставались с молодым человеком, и через 4 месяца сошлись снова по его инициативе, так как признёс и сказал, что понял, что и почему я от него просил. Смотрите, здесь момент следующий. Вы расставились с ним, вы оба расставились друг с другом, но вы не захотели взять на себя ответственность за расставание. То есть, ответственность, по вашему мнению, вот именно по вашему мнению, ответственность заключается в том, человека, что, ну, вот он там не делает то, что вы у него просили. Хорошо. Хорошо. Ну, и ваша ответственность тоже есть. Вы тоже ответственны за то, что происходило с вами в отношении. Почему вы считаете, что только молодой человек должен что-то менять? Вам тоже нужно что-то менять? Это справедливо. Дальше. Просил я от него совместного проживания. К тому времени уже было почти полгода, как он сделал предложение. Полгода оставалось до свадьбы, никто, кто не готовился, вместе жить даже не собирался. Ну, здесь вы перекладываете, опять же, ответственность на молодого человека. Да? То есть, просил я от него совместного проживания. Для чего и где? То есть, как бы, была еще сложность. К тому времени уже было почти полгода, как он сделал предложение. Как бы, очень важен контекст этого предложения. То есть, что оно значит. Вот. Разные мужчины вкладывают разное значение в предложение. А полгода оставалось до свадьбы, никто к ней не коплялся, вместе жить даже не собирался. Никто, это вы подразумеваете из себя. То есть, вы имеете в виду из себя, что вы не готовились к ней, в том числе. Но здесь, Лидия, вы говорите про молодого человека, про свои ожидания от него, про свое видение того, как должно быть. Дальше. Когда сходились, еще раз четко обозначил, а мне нужен серьезный мужчина, готовый зарабатывать деньги, чтобы жить вместе. Лидия, я, честно говоря, честно говоря, не вижу прямой связи между тем, что серьезный мужчина, готовый зарабатывать деньги, чтобы жить вместе. То есть, между заработком денег и проживанием вместе, я обязательной связи не вижу. Да, если человек зарабатывает деньги, жить с ним, конечно, ну, вместе легче, это безусловно. Но, человек не обязан зарабатывать деньги. И если вы хотите с ним вместе жить, это не означает, что он должен зарабатывать деньги. В конце концов, вы хотите с человеком больше времени проводить, или деньги, деньги вам нужны, нужны. То есть, здесь очень важно понять, что вы хотите. Вот вы говорите, мне нужен серьезный мужчина, для чего? Который готовый зарабатывать деньги, чтобы жить вместе. Для чего? Лидия. А зачем? Какая цель у этого? Понимаете? То есть, вот, вот эти вещи, они для меня не совсем понятны, эти вещи. То есть, какая у вас направленность, направленность, на что у вас имеет место быть. Дальше. Сошлись за 4 месяца, за 4 месяца переругалась, что ты собрал. Но, опять же, важно отграничить ответственность каждого из вас за ссору. Что это значит? Ответственность каждого из вас. Ответственность каждого из вас за ссору означает примерно следующее. Что ее ссоры не было бы, если бы вы, именно вы, Лидия, в ней бы не участвовали. Но вы в ней, почему-то, участвуете. И очень важно понять, что мотивирует вас в ней участвовать. Для чего вы в ней участвуете. Очень важно этот момент для вас понять. То есть, вместо того, чтобы условно, ну, как бы, вот, говорить о том, что что-то произошло, да, желательно говорить о том, из-за чего это произошло, для чего это произошло, и что вы хотите с этим делать. Дальше, исходя из тех недопониманий, стал благостить, ухтихуя, уходить к друзьям, бухать просто до состояния не стояло. Недопонимание, оно ведь, в том числе, и с вашей стороны. То есть, вы не хотите человека понять. Ну, то есть, отношения, это военный, это гомбраммит, это уступки. И, если вы хотите с этим мужчиной строить отношения, то нужно, в первую очередь, относиться с пониманием к нему. Либо вы принимаете его, таким, как он ест, либо нет. Безусловное, принятие, это одно из фундаментальных оснований для выстраивания отношений. Дальше. Его, как вы говорите, бакостное поведение, это поведение протеста. Скорее всего, это привычное поведение против действия родителей. То есть, вы выступаете для него в качестве родителя. Я не знаю, конечно, в качестве кого, но вообще на живность родителей. Он так вот и ведет себя. Знаешь, как ведет себя с родителями, как ребенок. У вас отношения родитель с вашей стороны и ребенок с его стороны. Но не отношения взрослых, взрослых. Там же требуют всегда родители. Дальше. Так. Мой адрес упреки, ты требуешь от меня многого. Так. А я что, лучше, что ли искать вторую работу? Так. И как вы на это реагируете? То есть, как вы это объясняете? На что вы на это отвечаете? Что? Какая ваша позиция? В заключении, это почти два года. Полтора года из них я студентка-учница, то есть, без денег. Да почему? Многие люди могут работать на дому, вечер, там, подработать. Было пожелание, деньги найдутся. Вот. Но опять же, хорошо. Вы студентка-учница. Хорошо. Вы без денег. Хорошо. Почему вы считаете, что он должен зарабатывать деньги? Опять же. Вопрос. Сейчас я закончила учебу, ухожу каждый день после миссирования, но работодатели отдают предпочтение кандидатам до стажа. Ну, здесь, как рассказал мой коллега, во вся правильная презентация там, да? Вот. Либо, соответственно, без стажа берутся к проекту как правило помощников, там, стажёров и так далее. Стаж вы можете наработать, в том числе и где-то, ну, на общественных началах. Опять же, я буду пожелание. Говорю ему, милый, пожалуйста, найди вторую работу, я знаю, это будет тяжело, но иного выхода пока нет пока. А что значит иного выхода нет пока? Что значит иного нет? Что значит иного выхода нет пока? Вы без денег, молодой человек делает вам предложение, вы его принимаете. Ожидаю, что он будет вас обеспечивать. Правильно? Я понимаю. Откуда такое ожидание-то возникает? Так, возможно, два-три месяца придётся поработать на двух работах, потом все-таки у меня устроят, но ждать падёт. Разве? Лидия, вот, как вам сказать, я верю, что вы искренне уже это говорите, я верю, что вы его не обманываете, но, а разве? Разве? Мотивация у вас ещё больше не пропадёт, если вы её увидите, если он работает на двух работах. Знаете, мне кажется, что у вас есть проблема с постановкой собственной цели, т.е. вы не очень понимаете, что, зачем вы работаете, зачем вам работать. если я прав, то устройство молодого человека на вторую работу вас ещё больше демотивирует. И он это чувствует, по-видимому. Так, значит, в ответ слышу, опять я должен что-то делать, я что ложесть. И как вы на это отвечаете, что вы на это отвечаете? Вы вот об этом ничего не пишите, а это очень важно, ваша позиция. Живёт с мамой, с детьми, с сыном другом семьи, с другом семьи, спит в одной комнате, из-за квартиры полотеца. И что, к чему нам эти сведения, зачем они нам? Так, сейчас нет времени прийти, погулять со мной, пообщаться, бежить домой, к вам не позвонить не получается, мы устал, не могу как. Ну, это связано с тем, что, опять же, вы родительскую позицию занимает, занимает отношение к нему, а к родителю как бы, либидо пропадает. Недавно заявил, мол, хочу больше времени с друзьями проводить, вообще хочу пить, не считай сколько пью, и вообще идти и иди на работу. Ну, это такой, бунт против того, если вы на него давите, по его мнению. Будем жить вместе. Ну, то есть, он хочет на рану, на рану промахнуть. Ну, в принципе, это его выбор, оказывается. Уже устало решать копаться. Решать что? Копаться в чем, Лидия? Видимо, из-за каких-то внутренних проблем не могу просто от него отстать. То есть, сейчас впервые ничего не звонил, он тоже на бои сорваться. А боитесь сорваться на что? Что? То есть, вот вы пишете, что я боюсь сорваться. Значит, вы чего-то хотите? Хотите? Если вы боитесь сорваться, значит вам что-то нужно. Так расскажите, вот расскажите, пожалуйста, что вам нужно. Что вам нужно? Что вы хотите? Что вам, чего вы желаете? Расскажите. Расскажите, это очень важно. Представьте себе, что будет, если вы, вот вы взрываете, что происходит? Какие чувства вы выражаете? Какие желания вы начинаете продвигать, если вы срываете? Дальше. Как следует работать над собой, чтобы не раздреться в самоуважении? С психологом работать. С психологом. Потому что исходя из вашего текста, у вас есть ряд вещей, которые вы даже не осознаете, и которые, ну, скажем так, вы считаете нормой, но которые нормой не являются. Вот так вот. Это вот то, что я вижу в вашем тексте. На этом все. Я надеюсь, что помог вас. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.